О нет, это камень. Камень, камень, камень. Мы плывем прямо в эти камыши, а руль вообще ничего не делает. Назад. Снова вперед, это просто. Я занят. Я очень занят. Кажется, я видел кочку. Видимо, это первый гвоздь в гроб моего малыша. Иди же, посади же. Боже. А теперь он крутится. Шаг. Шаг, шаг. Так, мне нужно туда. Да чтоб тебя, я застрял в собственном кирвадере. Пока три моих соперника. Давай! Вернее, двое из них втягивались в гонку, и я знакомился со своей машиной. Так, что такое Twizy? Это просто металлический каркас с прикрепленными к нему панелями из пластика. Здесь два сидения, одно позади другого, как тандем. Подо мной находится батарея. Она питает 17-сильный электромотор, приводящий в движение задние колеса. Ускорение? Ну, до сотни разогнаться не сможет, потому что максималка здесь 80. Но заявленная дальность — 100 километров. И для пущего удовольствия... Двери-ножницы. Сэр, а у вас есть двери-ножницы? Нет. Но по сравнению с моим велосипедом, Twizy — это просто каменный век. У меня тут электронное переключение передач. Поэтому, когда я нажимаю кнопку на руле... Дерейлер — это такая штука сзади, которая меняет передачи. Сдвигается с таким звуком, как у Робокопа. А чтобы сделать велосипед более обтекаемым, его даже продували в аэродинамической трубе Ягуара. Он направляет воздух вокруг вилки передней оси и вокруг бутылочки. Поэтому ноги не создают сопротивление. И это улучшает аэродинамику. А вот и Мэй. Да. Хаммон, сейчас ты узнаешь, на что способны 17 лошадей. Проклятье. А в это время на борту единственного транспорта на бензине. Я нашел решение проблем с управляемостью. И это, как и всегда, больше мощности. Если двигаться достаточно быстро, он неплохо управляется. А теперь я еду прямо в стену. Нет! Нет, нет! Я в заносе. Я скольжу. Прочь с дороги, птица. Я не управляем. А тем временем Стик сошел с трамвая и направился к станции метро. И мы снова впереди. Так и будет. А в это время на реке мне все-таки удалось обуздать свой крейсер неуправляемый. Давай, Ховервэн, догоняй Мэя.